Всем большой привет! С вами Даша, вы у меня на канале YouTube, и сегодня я к вам с вашей любимой распаковкой. Сразу скажу, что распаковка просто бомбическая, мы будем распаковывать новую сумочку от Hermes и очень классную вещичку от бренда Gucci's. Поэтому, если вы любите распаковки, нормально к ним относитесь, не страдаете из-за цен, которые люди тратят на вещи, то безусловно, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Тот, кто со мной в Instagram, уже знает обе этих вещи. Но я знаю, что аудитория на YouTube и на Instagram, она разнится, поэтому мне будет интересно, если вы мне напишите в комментариях, вы меня фоловите в Instagram тоже или нет, или вы смотрите только YouTube, какую платформу вы предпочитаете, либо же вы подписаны на меня и там, и там, в общем, я жду вас внизу в комментариях. Ну, а мы с вами начинаем вот с этой коробочки. Даже не знаю, с чего бы мне начать. Наверное, начну с того, что дело было так. Вы же любите мои предыстории. История такова. Я встречалась на обед с Настей, со своей подругой, и рассказывала ей, как я купила себе новую обалденную Панаму широкими полями от Gucci. Кстати, я не делала ее распаковку, и я прямо сейчас вам ее покажу. Я вам больше скажу. Я только что вспомнила, что приобрела не только Панаму, но еще и шляпу. Но у меня так это по дефолту шло, что я осталась после Италии без своей этой шляпки и решила, что она мне просто необходима, потому что я ее нежно люблю. Это вот эта золотая шляпка с пчелкой и черной полоской. Мне кажется, это вообще просто вся я в этой шляпе. Очень ее люблю и ношу, и обожаю. Но Панама, про которую шла речь, это совершенно другая Панама. Это вот такая. Так, я той стороной? Я каждый раз не той стороной ее одеваю. Это вот такая Панама, которую, если одеть правильно, вы видите только вниз, вы не видите прямо. На фотках, кстати, смотрится очень круто. Но вы всегда можете вот так ее завернуть и носить таким образом. Она очень изящная. Это Панама-шляпа, на мой взгляд. Она смотрится просто фантастически. Я никакого аналога этой Панаме вообще никогда не видела. У нее обалденные поля. Вот как их согнешь, так они и держатся. Что ты с ней не делай. Она не мнется в чемодане, она просто, ну не знаю, идеальная Панама на всю жизнь, учитывая, что это монограмма. Монограмма у Гуччи выходит из сезона в сезон, и она всегда одинаковая. Поэтому эта шляпа вне времени Панама-шляпа. Я ее больше как шляпу воспринимаю, нежели как Панаму. В общем, поделилась с вами еще двумя покупками, так что много всего оказывается в этом видео. Продолжая историю. Я рассказываю своей подруге, что я купила вот эту Панаму себе к поездке, показывая фотки. Она такая, блин, надо тоже ее примерить. Классная Панама. И мы после обеда, выпив по фужеру вина, решили доехать на самокате до Гума. А в Гуме огромный Гуччи, несколько этажей. И там мы спросили, есть ли такая шляпа. Она примерила и такую, и джинсовую. И в итоге выбрала себе тоже такую. И теперь мы с Тамарой ходим парой. Хотя, на самом деле, мы в этих Панамах вместе не встречались ни разу. Но у нас у обеих такие Панамы есть. По крайней мере, это можно теперь заметить по фоточкам в Инстаграме. Панама, на самом деле, чумовая. Я всем, у кого есть возможность, и кому нравится такой стиль, очень ее рекомендую. Так вот, ходила я с ней, пока она мерила Панамы. Тут еще один бокальчик игристого. И я смотрю, очень красивое висит мужское поло. И я начинаю мерить мужские поло с монограммой. И в последнее время, на самом деле, позднее, чем всех остальных, меня захватил синдром зеленого цвета. Я как-то от него сторонилась, сторонилась. Нет, нет, меня это не захватит. Нет, нет, это не про меня. И меня потом как накрыло с головой. Я как влюбилась в этот яркий зеленый. Все, мне просто несло голову. И тут я вижу поло. Мужское. Вы не поверите, но я его покупаю. В размере L мужском. Оно на мне огромное просто. Но насколько круто его можно стилизовать в разных образах, это просто потрясающая совершенно вещь. Кстати говоря, вещи в Gucci именно одежду тоже упаковывают в такие красивые коробочки. Я, кстати, купила... А, да, я купила его сразу. Хотела сказать не сразу, но нет, я купила сразу. Еще так смешно было. Насте упаковали шляпу в шляпную коробку, и пакет был просто в два раза больше нее. И у меня такой маленький вот с этой коробочкой. В общем, было смешно, по крайней мере, нам. Внутри у нас с вами вот такая упаковка. Оп. Оп. И вот оно поло. Зеленое, как я и сказала, мужское. Покажу сейчас поближе. Вот эта вся монограмма, это не принт. Она как бы вышита. Сейчас постараюсь показать поближе. Надеюсь, что вам видно текстуру самого пола. И логотипов смотрится невероятно. На теле столько разных образов можно с ним придумать. Ценник уже снят. Я в этот раз практически изменяю сама себе. И показываю вам не первое впечатление, а уже после того, как я эту вещь надевала. Просто я очень красиво ее заново упаковала и заново показала. Первая ее распаковка есть в Инстаграм. Если вдруг вам интересно, обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм. Я там каждый день показываю свежие образы. А еще рассказываю много про ремонт, который сейчас начинается наконец-то в моей квартирке в Москве. Так вот, вернемся к полу. Вот такой оно длины, чтобы вы имели представление. И вот такой ширины. То есть оно действительно огромное. Но это его делает гораздо более стильным. Это именно та вещь, которая с мужского плеча. И она смотрится с мужского плеча. И это делает ее еще более стильной. Так что большая нежная любовь. Стоит оно в районе 70 тысяч. Я в конце, наверное, постараюсь найти чек свой и показать вам точную стоимость. Сколько оно стоило. Ну а мы с вами едем дальше. И вторая коробочка. Наверное, то, что многие ждали больше, чем Гуччи. Я так предполагаю. Это РМС. И здесь я снова изменяю себе. Я сейчас объясню, почему. Всегда первую распаковку я делала на YouTube. Но тут сложилось так, что я забылась просто, что я не сняла распаковку. Я собралась на съемку и собрала образы с этой сумкой. И уже приехав на съемку, я такая, блин, я не сняла на YouTube. И я сделала распаковку в Instagram. Поэтому, как и Пола, я заново упаковала эту сумочку. Мне кажется, так приятнее, когда открываешь коробочку, развязываешь бантик. Какое-то более праздничное создается настроение и в целом другие впечатления. И поэтому это уже сумка, которую носить я ни разу не носила, честно. Но уже она участвовала в парочке съемок аутфитов. И давайте с вами приступим. Хотя нет, наверное, сначала небольшая предыстория. В общем, мне предложили эту сумку в точно таком же цвете, Констанция, который у меня был. Я вначале обрадовалась и почти ответила да. А потом я сижу такая, смотрю на нее, смотрю-смотрю в серо-голубом, если вы помните, у меня была. Я пущу где-нибудь сверху по экрану ссылочку на видео, чтобы вы могли перейти посмотреть, что за сумочка была. Я смотрела на нее, смотрела и подумала, блин, нет, какой-то, вы знаете, у меня осадочек неприятный остался от этого цвета. И повторно я ее не захотела. Вот прям у меня душа к ней не лежит. Как-то мне неприятно, когда я на нее смотрю. И я сказала, что я отказываюсь. В первый раз я отказалась от сумки. Вы знаете, что когда вам предлагают сумку Вермес, ваш консультант в какой бы то ни было стране или городе, если вы отказываетесь, есть большой шанс, что ближайшие, не знаю, полгода, год вам ничего не предложат, потому что... Потому что это Вермес. Мне было очень приятно, когда мне предложили Констанс спустя время в другом цвете. И этот цвет я ждала с 2019 года, если я не ошибаюсь. Первый раз я ее, кажется, увидела в 2019 году или в начале 2020 года. В общем, я покажу вам скрины, когда я ее просила. Когда я сказала, что было бы здорово, если вдруг такая сумка придет в бутик, если бы вы мне дали знать. Вы знаете, я дождалась. Я дождалась ее именно в том цвете, в котором хотела. А это фантастика. Просто фантастика дождаться именно в том цвете, в котором ты хотел. На этом предыстория заканчивается. И давайте я вам ее покажу. И, кстати, расскажу, сколько она стоит. Буквально вчера у меня подруга спрашивала, сколько стоит моя Констанс. Она стоит... Я сейчас могу ошибиться. Давайте лучше чек откроем. Если я не ошибаюсь, 5,650. В евро она стоит. Но сейчас мы с вами проверим. Я говорю про маленькую Констанс. Большой у меня пока что нет и никогда не было. У меня обе мои Констанс, но в наличии, скажем так, у меня есть только одна. Она в маленьком размере. Так вот, открываем коробочку. И в первый раз, наверное, в жизни на моем канале вы уже до открытия сумки знаете, что это за модель сумки. Как всегда, здесь внутри есть подушечка, на которой лежит сумочка и пыльник. Пока я не забыла об этом напрочь, вот цена, она стоит 5,650, как я и сказала. Вот чек Hermès. Он, как обычно, лежит в такой книжечке с выдавленным логотипом. И там, собственно, цена, которую я вам назвала. Также в комплекте к сумке идет вот такая книжечка. Если я не ошибаюсь, я ведь уже такую не раз открывала. Это по уходу. Сейчас проверим. Да, L'écure Hermès. L'écure, 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 L'écure Hermès. Здесь про уход за данными сумочками. И возвращаясь к теме насущной, пыльник, сумка. Мне кажется, это вообще самое быстрое видео с самым большим количеством вещей, которые я только записывала. Та-да-да-да-да-дам! И это в потрясающем салатовом цвете сумочка Constance от Hermès. Я с нее до сих пор не сняла пластиковые вот эти штучки с металлических деталей. Так что мы с вами сейчас сделаем это вместе. Видите, цвет называется Vert Cricket, и это зеленый кузнечик, если я не ошибаюсь. У сумочки всегда есть вот такая фетровая подложечка. Открывается она вот таким образом наверх. Многие вначале пугаются, да и я сама пугалась, как ее открывать. Вот таким образом она открывается. Это вы можете использовать для хранения, можете, как я, не использовать. Сверху у нее два золотых ушка, через которые идет ремень через плечо. Вы можете носить в два слоя на плече или на локте, либо же протянуть вот таким образом и носить ее как кроссбоди. Через плечо он становится очень длинный. У меня она в коже и псом, как вы видите, которая царапается меньше всего. Она более жесткая и очень легкая. Внутри сумка в таком же цвете, только в гладкой, мягкой, нежной, вот просто как масло, наверное, кожи. У нее идет золотой брендинг. Вот здесь внутри сумочки под крышкой. Внутри она сделана гармошкой, два больших отделения и небольшое для документов или пудреницы, или помады. Сзади у Constance никаких кармашков нет. Вот как она сделана сбоку, ее гармошка, снизу, сбоку. Вот такая моя красивая малышка. И заметьте, насколько это мой цвет. Даже я вот рандомно оделась для этого видео, и все равно, как она сюда подходит. Она сочетается идеально с серым. Она сочетается со всеми пастельными оттенками. Она сочетается с яркими цветами. Кажется, что слишком сложный цвет, но на самом деле я вам точно говорю, что его сочетать очень просто. Посмотрите, как она здорово здесь выглядит. Также я ее могу надеть кроссбоди и показать вам, какой длины она в маленьком размере. Кроссбоди смотрится на теле. Получается вот так, она ровно лежит на бедре. Очень хорошая, такая правильная, приятная у нее длина. Но мне, конечно же, больше нравится носить ее на плече или на локте. Но иметь опцию освободить руки, это всегда приятно. Мне больше всего нравится, как она вот так смотрится на локте. Такая вот история, и я безумно счастлива, что в моем семействе уже, скажем так, сумочек от РМС появилась наконец-то Констанс. Я следующую буду ждать, не поверите, мини Келли. Я не знаю, сколько я буду ждать. Покажет время, но я полна энтузиазма. Очень хочу ее в ярком цвете или в белом цвете. Вот. Что потом, пока не знаю. Если вы спросите, а что потом, а что потом, пока не знаю. Все-таки решила поделиться с вами своим семейством. Если что, подчеркиваю, сумочным, особо моим любимым личностям в комментариях, которые пишут, что о, у вас в голове ничего нет, только одни сумочки, куда мир катится. Ребят, нежно, люблю вас и обожаю. Продолжайте писать, это поднимает статистику канала. Итак, сумочное семейство РМС у меня сейчас состоит вот из этих трех малышек. Маленькая Констанца с Салатовым, черная Келли в размере 25 и серо-зеленая Биркин в размере 30. Сейчас ловила себя на странном таком чувстве, подумала, какое странное чувство, когда ты в руках держишь Мерседес, а он такой легкий. В общем, это так, я шуточки шуткую. На самом деле, сумки РМС я даже не знаю. Возможно, это единственные сумки в моей жизни, которые я купила и, наверное, никогда не планирую продавать. Потому что каждая покупка РМС, она настолько взвешенная. Ты настолько сильно взвешиваешься за и против. Прежде чем заказать и встать на очередь на какую-то модель размера цвет, ты понимаешь, что ждать ее долго и ты очень обдумываешь это решение. Ты его взвешиваешь, ты его рассматриваешь с разных сторон, ты придумываешь миллион образов. И ты думаешь, а продлится ли эта сумка в моем гардеробе 5, 10, 15, 20 лет. И на все эти три сумки я могу ответить жирное да. Это прям вот мое до последней капельки. Поэтому, да, я действительно очень ценю и очень люблю свои сумки, особенно мою мини-коллекцию РМС. Но, ребят, не забывайте, пожалуйста, об одной важной вещи. Это канал про моду и стиль. Я здесь рассказываю про сумочки с большой любовью. И YouTube это лишь один процентик моей жизни. Остальных 99 есть. Путешествия, рассветы и закаты, любимые мне люди. Просто здесь мы говорим немного о другом. Здесь мы с вами говорим про любовь к моде. А так, любовей в моей жизни очень-очень много. Я люблю вас, целую, обожаю. До скорых встреч. Надеюсь, что вам было интересно. Я внизу под видео оставлю ссылки на все вещи, которые я показала в этом видео. Все, что на мне надето. А также на бюджетные опции и варианты. Все. Спускайся в комментарии. Напишите, какая покупка вам понравилась больше всего. Ну, а с вами была Даша. И удачного вам шопинга. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok